Особое мнение на 101FM Ну, честно говоря, я салют видел, да, то есть это обычный салют, который у нас происходит Ну, фейерверк такой, да? Да, фейерверк, да, салютом это, наверное, не назвать, все-таки это фейерверк Ну, на концерте, который был на Театральной площади, я не был, но те, кто был, ну, честно говоря... Жаловались на плохой звук Да, были не в восторге, поэтому... Ну, и я считаю, что тут же опять, знаете, та история, когда мы для чего-то зимой тратим 20 миллионов, там, 23 миллиона На какие-то ледяные скульптурки до Театральной площади, которые потом заносят снегом И, в принципе, люди, ну, ими практически не пользуются, да? А с другой стороны, вот летом, когда действительно создать ощущение праздника само в городе, да, допустим, сделать качественный концерт, ну, и так далее, мы всего лишь потратили 650 тысяч Ну, 650, это на фейерверк и на концерт, насколько я помню Да, 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 да А, наверное, подготовка к дню рождения города немножко побольше заняла бюджетных средств Ну, подготовка-то, вы имеете в виду, что? Ну, приборка, покраска Это должна быть не к дню города, это должна быть всегда, ежедневная работа Ну, то есть мы же прибираемся не к дню рождения и к Новому году дома, а прибираемся всегда Поэтому я и считаю, что это подготовка, это должна быть системная работа в администрации Но у нас в городе, как правило, это к дню города, да Ну, это не только у нас, это, мне кажется, везде так, да? То есть каким-то знаковым датам, майским праздникам обычно прибирают Просто люди ждут, потому что хотя бы там, не знаю, пыль, грязь, песок Хотя бы как-то поактивнее начинают вывозить Так, мы сейчас поговорим о том, насколько пыль, грязь, песок вывезли активно И о том, что за неделю примерно до дня рождения города в Рио губернатора Городским властям пенял на то, что город не прибран Но я вас хотела спросить сначала, правильно ли я поняла Вы предлагаете как-то пересмотреть соотношение трат на новогодние праздники и на день города? Ну, вы знаете, надо просто иметь какое-то понимание Когда люди больше хотят праздника То есть если зимой в Новый год будут минус 20, минус 30 Люди, как правило, сидят по домам А здесь в любом случае лето, да Какое бы оно ни было, там, как бы температура на улице ни была Они все равно гуляют, ходят, каникулы у детей То есть все равно должно быть какое-то некое такое более поштабное ощущение праздника В моем понимании Вот, поэтому тратить на какие-то, как у нас это было, какие-то горки, скульптуры Изо льда, которые спорный вопрос, кому не нужны Как у нас тратили в позатом году на какой-то кратер 4 миллиона На что, простите? Ну, там вот было до театральной площади Была тематика космонавтика, помните? Космос, да, да Да, космос Они вот один кратер стоил там 4 миллиона рублей Вот это говорит об эффективности вообще И, ну, понятно, что эта история, она, на мой взгляд, она коррупция в чистом виде Потому что пока перед Новым годом сделали Пока, там, скажем, органы вышли на работу после праздников Это все тает, они быстро все это в конце января увозят И, в принципе, не доказать, что это было и так далее Поэтому, я считаю, вот такие неэффективные траты, они, конечно, не нужны Но... А горожане, слушайте, горожане перед Новым годом, если город не будет украшен, что они скажут? Нет, я не говорю, что его вообще не украшать Мы же не об этом говорим То есть, как говорит администрация, мне говорила Немножко поэкономить Конечно, то есть, поэкономить для того, чтобы сделать масштабный день города Да, то есть, день города И у нас, тем более, так получается, что у нас два праздника совпадают И день России, и день города То есть, нам, можно сказать, в этом плане повезло У нас всегда в этот день самовыходной Поэтому, я считаю, что тут, конечно, надо Ну, на мой взгляд, сделать более поштабно, более качественно И, ну, так скажем, чтобы это было ощущение действительно праздника у людей Город успели превратить к дню рождения? На мой взгляд, нет Потому что второстепенные улицы Я вот буквально недавно в выходные наблюдал, как там они как бы судорожно убирали Но сейчас уже, не знаю, уже лето идет, да То есть, и он после потайки снега до сих пор еще не прибран Не везде вывезли песок Да, если бы у нас, наверное, не поменялся губернатор Наверное, он бы так у нас благополучно все лето бы и пролежал И, может быть, под снег ушел Поэтому то, что в Рио губернатор там придал импульсу уборки городским властям Ну, это, конечно, то есть, как бы, поэтому А это правильно вообще, что в Рио губернатор вторгается в чужую сферу? Нет, это, наверное, не чужая все-таки сфера Потому что, ну, в моем понимании, губернатор отвечает за всю область Но просто это должно быть по умолчанию То есть, это городская администрация Городские власти, которые получают зарплату от всех жителей города, как бы из бюджета Они должны это просто, ну, делать каждый день То есть, прибирать там, делать там парки, озеленение там и так далее То есть, почему это делается после того, как в Рио губернатор дает кому-то, так скажем, ускорение То есть, ну, для меня это, как бы, еще раз подчеркиваю, что у нас, ну, очень эффективная администрация И, ну, она просто, как бы, скажем, ну, исправляется с тем, что она должна делать А тот факт, что в Рио губернатора, ну, человек новый, понятно, да, приехал в Киров Из Москвы, увидел то, что здесь не все хорошо, мягко говоря И начал, не знаю, там, как-то пользуясь служебным положением Высказывать, да, и к нему городские власти прислушались И, разумеется, там, какие-то работы, может быть, начались более активно Чем обычно, да, это происходит Вот вас вообще эта история не напрягает с той точки зрения, что многие говорят Ну, конечно, в Рио надо же как-то очки свои зарабатывать, да У него же в сентябре выборы Ну, фактически, это в чем-то популизм, наверное, да То есть, он такое сделал заявление, после которого, наверное, большинство жителей Кирова сказали Ну, наконец-то, да, вот тут приехали и сказали Давайте вы будете работать, а не сидеть на месте И все начали работать Какой молодец в Рио губернаторы Ну, у нас, наверное, жители уже достолько, как бы, поймут к выборам, кто есть кто, да То есть, стоит там голосовать или нет Потому что у нас уже был один губернатор, который нам обещал довести элементарный порядок НЭП, новый элементарный порядок Да, поэтому, ну, кроме осужденных, которые сейчас уже есть И которые, скажем, которые сейчас находятся в судах Это там вице-губернатор, глава администрации, там, педистры Ну, мы никакого НЭПа-то сильно не увидели, да Поэтому люди уже, наверное, устали от этого вот такого, скажем, ну, каких-то обещаний И какие вот популизм Я очень надеюсь, что, ну, понятно, что любой человек, приезжающий из Москвы У него, ну, шок Шок, да Шок Я слово хотел помягче подобрать У него шок, потому что, ну Удивление, слово помягче, удивление Да, удивление Поэтому в Москве, увидев там парки Москвы и сравнив парки Кирова Даже вот там основные парки, там, Гагаринский, Александровский, там, Кирова, да, парки Ну, это же, как бы, небо и земля Любой дворовый парк в Москве, он намного, как бы, прибраннее, ухоженнее, там, и так далее Денис, но бюджет города Кирова и бюджет города Москвы, это тоже небо и земля Вы знаете, я тоже понимаю это, но вы знаете, что подстричь деревья не нужны гигантские бюджеты Самое это первое Второе, у нас сумасшедшее количество чиновников, у нас сумасшедшее количество тратится денег на какие-то зарплаты Типа нет, там, проекты, там, ну и прочее, прочее Поэтому, если бы у нас деньги расходовались в городе эффективно То я думаю, что того бюджета, который у нас есть в городе, на наш небольшой город, его бы вполне хватало Поэтому, ну, с тобой взгляд, это эффективность, ну и коррупция То есть вопрос не столько в том, сколько собирает, сколько в том, как тратит Конечно, конечно, то есть, ну, если мы, допустим, строим себе дом, да, то мы же подходим как? Чтобы он был качественный и чтобы это было по разумным ценам Так вот, если в городе будет отношение к бюджету такое, то нам вполне будет хватать денег и на тротуары, и на благоустройство парков там и так далее А не такое отношение, это какое? Вы можем пример какой-то конкретный привести неэффективного использования средств? Ну, вот вы сказали сейчас, что можно было бы пересмотреть, например, праздничный бюджет, так называемый, да, вот этот праздничный пирог Ну, неэффективно, вот театральная площадь к Новому году Куда уже дефективнее, то есть, дефективно, допустим, на мой взгляд, энергосервисный контракт, который, в принципе, могло делать муниципальное предприятие И зарабатывать Да, и зарабатывать, и делать дальнейшее освещение города, то есть, тем самым укрепляя себя и как-то дозаработанные деньги, так как это муниципальное предприятие, еще улучшать Вместо этого, что мы видим? То есть, и таких примеров-то, на самом деле, очень много Поэтому, я говорю, пока не будет эффективности, ну, соответственно, мы так и будем жить в таком городе, пока будет эта власть Вам как кажется, вот эти заявления со стороны в Рио губернатора, сделанные в адрес администрации городской, по поводу того, что город грязный, по поводу еще каких-то вещей Заставят ли городскую администрацию работать более эффективно? И вообще, городская администрация, там, до сентября у нас в этом составе работает, до выборов Или после выборов в городскую думу останутся те же люди на тех же постах? По закону, у нас, по-моему, ведь не меняется глава администрации, нет? Ну, вы знаете, во-первых, то, что сейчас ускоряется городская администрация, это просто, на мой взгляд, это инстинкт самосохранения чиновников, да То есть, чтобы их и доволили, ну, и показать какую-то там эффективность, что они могут как-то и по-другому работать Это мое мнение, и я, ну, в этом практически убежден Потому что у чиновника, у него инстинкт самосохранения настолько развит, что вот боязнь оторваться от слова Мне кажется, у любого человека это так, ну, то есть, если начальник твоей работы недоволен, то ты начинаешь работать лучше Ну, ты должен по определению работать лучше, ты должен выкладываться, и если что-то не получается, то, наверное, ну, это как бы объяснимо, поправимо и как-то простительно Ну, то, что сейчас делается, ну, мы же как бы видим Взять любую историю, там, не знаю, там, у нас плохо убранный город, чиновники что говорят, допустим, зимой, да Денег нет обычно, говорят Денег не хватает, зима необычная, снежная, там, и так далее У нас по весне, там, где убрано, тоже что-то у них сама не хватает У нас дождь прошел, куча озер появилась в городе, ну, везде, да, там, это и Карла Маркса, там, у ботанического сада, и Блюхера Ленина, там, и так далее Везде все у нас топит, тоже им сама что-то не хватает Ливневая канализация не работает Зачем вы просто уйдите, увольтесь и идите себя, ищите в другом самом месте Но, тем не менее, они сидят А где гарантия, что если они уволятся, то придут люди, которые будут работать лучше? Ну, мы же не знаем этих людей Вот смотрите, были, помните, была история с назначением Дмитрия Осипова на пост главы администрации, да? И городская дума, по-моему, только с третьего раза его утвердила на этом посту Первый раз его не утвердила комиссия, был в этой комиссии, и второй раз его не утвердила городская дума, но, тем не менее, все равно его вынесли В третий раз? В третий раз, но вот такое, как бы, желание было его утвердить Ну, вообще... Ну, просто я к тому, что тогда, когда Дмитрий Осипов шел на пост главы администрации, особо не стояла очередь из других желающих на этот же самый пост То есть вы говорите, давайте, вот они уйдут, а кто придет тогда? Вы знаете, там сделано так, что там уже все предрешено, то есть вот эта комиссия, которая отбирает То есть нам надо просто сделать прямые выборы мэра, как во многих городах Так их уже не сделали, уже отклонили Ну, их не сделали у нас, потому что понятно, что это будет, как бы, депредсказуемая история, когда там будут люди выбирать А то, что я участвовал в этих комиссиях и в комиссиях, естественно, как бы в голосовании То есть то, что это комиссия, то есть когда пять человек там от администрации области и пять человек там от депутатов Ну, понятно, что если один депутат встает на сторону администрации области, то получается тот кандидат, который в принципе... Рекомендован Да, поэтому никаких выборов это нет И на городскую думу выносится не два кандидата на выбор на голосование А один А один То есть это один из одного Конкуренции нет Конечно, поэтому это не выборы, это просто вот обычное назначение администрации областью, главы администрации города То есть это точно выборами не назвать Поэтому однозначно нужны прямые выборы, чтобы именно люди выбирали себе, кто будет заниматься их городом Но это утопия же, вы же понимаете, да? То есть прямых выборов нет и скорее всего их не будет В каких-то городах есть? Мы губернатора выбираем, мы президента выбираем Я понимаю это все, это аргументы, которые звучали в этой студии много раз Что нам разрешено почему-то выбирать президента, мы не ошибаемся, да? И выбирать губернатора, мы не ошибаемся Но почему-то мы не можем выбрать мэра города И такая история, наверное, не только в Кирове Там в нескольких регионах вот этот вопрос возвращения к прямым выборам, он обсуждается Но пока нигде и ничего, наоборот, вот это число городов, где были прямые выборы Оно там последние 10 лет последовательно сокращалось Мы имеем сейчас три субъекта федерации Москва, Петербург и Севастополь Но чем Москва отличается от Кирова? Почему они не ошибаются? Потому что Москва фактически выбирает губернатора, а не мэра Это отдельный субъект федерации То есть у них фактически губернаторские выборы И еще семь городов, которые вот с каких-то там 90-х годов еще остались и стоят Это такой Сибирский куст, там где Томск, Абакан, по-моему Могу ошибаться, но кажется, Новосибирск Это, по-моему, Хабаровск Где сейчас, насколько я понимаю, процесс запущен как раз по отмене вот этой истории Якутск, по-моему, ну вот что-то там, что-то где-то в Сибири Ну, я думаю, что, может быть, когда-то мы снова к этому вернемся Потому что, ну, я говорю, вот сейчас у нас ни один глава администрации Не дорабатывает полностью свой пятилетний срок Ни один еще не доработал Потому что либо там они уходят с какими-то скандалами, как правило Ну, как бы, либо их убирают, да Я думаю, что кто сейчас у нас, Осипов, но это не исключение Вы думаете, Дмитрий Валерьевич не проработает пять лет? Нет, конечно, нет Конечно, нет Однозначно И я думаю, что, во-первых, я думаю, что мы услышим все-таки от правоохранительных органов Ту историю, которая возбуждена на сегодняшний день уголовное дело по строительству и архитектуре Там по этой теме А что за уголовное дело? Там проверка же была какая-то, насколько я помню, нет? Нет, там возбуждено уголовное дело, пока оно возбуждено по факту То есть, я думаю, что... По факту чего, Денис? По факту дорушения 286-я статья Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время будут уже какие-то фамилии То есть, не будет это все время фактовое дело То есть, будут фамилии, потому что за каждым деянием стоит какая-то подпись Какие-то... Мы можем все-таки конкретно сказать 286-я статья, там факты-то какие? По факту чего? Не выдачи разрешений? Не выдачи разрешений на строительство и полностью, на тобой взгляд... Парализация строительной отрасли? Парализация строительной отрасли, да То есть, и тем самым, как бы следствие, какое для горожан Это вот те цены, которые мы сейчас самовидим на недвижимость Ну, они сопоставимы с ближайшим Подмосковьем, да То есть, и понятно, у нас по официальной статистике у нас минус, да То есть, у нас люди отсюда уезжают И если еще тот факт, когда цены в нашем городе будут, так скажем, одинаковы с ближайшим Подмосковьем Когда человеку все равно, с финансовой точки зрения, где покупать квартиру В благоустроенном Подмосковье или не очень благоустроенном Кирове Вы думаете, что люди будут делать выбор в сторону столицы? Большинство, я думаю, что будут делать выбор в сторону столицы И тем самым, если здесь отсюда будут уезжать люди О каком развитии бизнеса мы можем здесь говорить О каком там будущем мы можем говорить Потому что, ну, это самое основное, это люди То есть, чтобы здесь оставались, здесь должно быть качественное образование А у нас, к сожалению, допустим, преподаватели в Кире получают в разы меньше Чем преподаватели Пасквы и Пасковской области в разы реально Поэтому преподаватели уезжают даже из, ну, из самых наших лучших школ Там, это 28-я, там, Кэпл, там, и так далее Они уезжают в более благоустроенные города на более большую заработную плату И с врачами, по-моему, такая же история, да? С врачами, это же самая ситуация Пока мы не будем вот на эти отрасли самообращать внимание Чтобы у нас здесь была реальная стоимость квадратного метра Реальная, чтобы человеку было, ну, интересно Посильное, скажем так, посильное для зарплаты Когда у нас будет качественное образование и качественная медицина Вот тогда у нас более-менее что-то остановится Потому что для любого родителя Ребенок, если он учится в хорошей школе и получает качественное образование Это некий якорь И, соответственно, этот родитель живет здесь в Кире Может, даже он внутренне не хочет это делать Но он живет и что-то делает И что-то здесь производит И какую-то пользу приносит этому городу Отчисляя и налоги какие-то И что-то создавая, делая Будь это бизнес или просто на каком-то предприятии Трудясь То есть, как бы, поэтому То, что сейчас происходит Это, ну, взять любую историю Цена за метр, как в Подмосковье Зарплаты у учителей Там, не знаю, 25 тысяч, да? Что в Паскве там 70-100 Да нет, ну, может быть, побольше Но вопрос просто понятно, что, да, несопоставимый, конечно Ну, ставка у молодого учителя со всеми додбавками Там, со всеми классными и прочее Прочее, это 25 тысяч Какой вот Проще уехать, проще уехать в Москву Приходит, какой бы он талантливый ни был Полодой ему на, как бы, создавать жизнь Он смотрит, у него стоимость квадратного метра, как в Москве А зарплата, ну, как, не знаю где А зарплата, как в Кирове Да, а зарплата, как в Кирове Понятно, что он переезжает в Москву и за эту же самую стоимость Покупает там квартиру Причем там для бюджетников еще достаточно много Льготных каких-то Разных льгот, конечно Там от работы столько, там ипотеки гасятся столько Там от правительства, там и так далее Понятно, что они как пылесос Все лучшие кадры Переманивают туда Особенно молодые кадры Те, которые, ну... Не, ну молодежь, понятно, что она пока динамична, подвижна Людям хочется, там, не знаю Так вот, возьмите Какой-то хорошей, интересной жизни, да Не знаю, поездок каких-то, еще чего-то Тут надо же понимать, что молодежь перемещается В Москве-то не превращается любая история В поездку в любую, там, не знаю, точку страны Или, там, не знаю, мира То есть это, ну, не превращается в какую-то, там, не знаю Историю, там, какое-то путешествие Ну, мы много раз говорили о том, что из Москвы, конечно, можно на выходные условно там себе позволить Куда-то слетать Взять какие-то дешевые билеты, там, на Победу или еще куда-то, да, и улететь У нас сколько раз не говорили Каждый губернатор нам говорил, что у нас будет в аэропорту терминал Международный Да, что у нас будут хотя бы, там, ну, те, вот, там, не знаю, Турция, Египет Какие-то те страны Сейчас это, Денис, не актуально, уже летать не на чем Сейчас это, да, и сама летать не на чем Ну, мы, постоянно нам приходит что-то, обещают, обещают Подождите, подождите, там, школы подождите, садики подождите Что значит подождите? То есть, если ребенку исполняется, там, 7 лет, он не может подождать, там, когда будет школа, там, не знаю, в центре, да То есть, он вынужден где-то учиться То есть, просто, вот, не знаю, там, сороковым ребенком в классе, там, в переполненном, там, у учительницы из спецучилища, которое вчера закончил Он вынужден идти учиться Точно так же, как и отпуск Подождите, когда что у нас будет Когда у нас будет терминал, мы можем из Кирова куда-то улететь, идти, допрягаясь Куда-то, ну, нет, конечно То есть, человек так устроен, именно здесь и сейчас И это, как бы, ну, просто неизбежно Для этого мы платим налоги, для этого мы ходим на выборы, уж, какие они есть, да И, по крайней мере, мы все с надеждой, что кто-то будет что-то делать Вот ту работу выполнять, которую должны выполнять Вместо этого, что мы видим само в городе Неубранный город, парки какие-то, скверы Сейчас нам еще говорят, давайте еще один парк сделаем Сколько там, 29 гектар, да, этот? О, слушайте, Квату, ну, там большая территория очень, конечно Не, ну, это лес в центре города Это же здорово Нет, это здорово, ну, давайте сначала сделаем показательный пример, как должны выглядеть парки Хотя бы у нас будет... Потренируемся? Потренируемся на Александровском парке, который у нас есть То есть хотя бы сделаем там дорожки, чтобы там можно было не упасть, не споткнуться об этот старый асфальт Давайте хотя бы там наведем порядок Давайте в парке Кирова сделаем, там все благоустроим Давайте этот самый Кагаринский парк у филармонии доделаем до какого-то... Вот эти старые деревья поменяем, еще что-то сделаем То есть надо сначала сделать то, что как бы вот... Уже есть Уже есть, да А потом уже делать что-то новое Там была замечательная идея сделать типа Сколково, да? А, ну, такой детской Сколково В образовательный кластер свести туда все лицеи и прочее Популярные в Кирове школы и там создать... Замечательная идея была и вместо этого, ну, давайте сделаем просто парк Ну, давайте парк, а это что-нибудь и парк Давайте сначала сделаем то, что уже есть, а потом пойдем дальше То есть вы не поддерживаете идею создания парка на Кирове Квату? Это, наверное, неплохо, но я больше поддерживаю идею школы Школы, вот то, что образовательное, ну, образовательное учреждение, вот допустим Ну, там говорилось как раз, что во все вот школы, как Виатская гуманитарная гимназия, физико-математический лицей Все равно родители возят детей со всего города Ну, в Макаре возят физико-математические лицей Да, то есть туда все равно будут ходить не только местные ребята, которые вокруг, да? А будут приезжать, и в принципе им все равно, куда возить ребенка Либо в Макаре, либо в сторону Квату, об этом говорилось И тогда, кстати, ведь не исключалось, что вот эти образовательные учреждения, этот кластер Его можно как-то совместить как раз с парком Его можно совместить с парком, его можно какую-то сделать стратегию, которая интересна будет и для жителей Особенно для того микрорайона, потому что там, ну, как бы особо-то такого нет ничего То есть у нас все парки, они вот в центре тут Ну, и тогда еще идея высказывалась, что освободившиеся в центре города помещения этих школ Можно использовать под школы обычные, да? Поэтому я считаю, что... Не надо отказываться от этой идеи От этой идеи точно не надо отказываться И понятно, что нужно быть более активным, вот особенно там в строительстве школ, садиков Ну и еще... А как быть более активным, Денис, если мы все время их строим за федеральные деньги? У нас же, по-моему, вот ни одно образовательное учреждение не построено без субсидий У нас выделены деньги там на четыре школы, да? И никто из строителей не берется? У нас строят без разрешения на строительство, нет, почему? Берутся Берутся? Строят без разрешения на строительство, без госэкспертизы, да? Там что-то приостанавливают, соответственно, понятно, что они не будут построены в срок То есть, как бы, ну, кто за это будет отвечать? Власти Ну, власти, так они отвечают-то что? То есть, они говорят, вот если что-то не получилось, то они всегда ищут какие-то поводы, почему это не получилось Объяснить и людям, и себе, да? А если, скажем, что-то получилось там детский сайд построить Вот, все дружно прибежали и режем ленточку, да? Ну, все равно приятный повод Нет, здорово, но 4 школы, которые выделены в федеральные деньги, они в срок не будут построены На пролетарской школе, там маленькая школа Там перестраивают, по-моему, да, из какого-то училища? Да, там из учебного центра, нет, там учебный комбинат какой-то был, да То есть, его снесли, строят школу, маленькая школа Ну, вообще супер востребована в этом микрорайоне, потому что 16-я школа переполнена, 20-я школа переполнена Тем не менее, там вот сейчас даже в последнее время строительных работ практически нет Вот, я там достаточно часто проезжаю, но вот она как стоит, там коробка так и стоит Поэтому, вот, ну, видимо, вот, как бы что-то нам постоянно не хватает И, я не знаю, вот с таким... И самое, что вот меня беспокоит, да? То есть, я считаю, что пока у нас такое вот отношение ко всему, да У нас будут уезжать люди, и когда-то мы... Молодые люди Да, молодые люди И еще, чтобы строить школы, садики, нужно обязательно обратить внимание на учителей и воспитателей Потому что важно, кто будет работать в этих школах Школу-то можно построить, там, на федеральные деньги Когда-то, там, на год раньше, на год позднее Конечно, если там некому будут учить и будут уезжать отсюда молодые учителя, да? То есть, куда-то, там, в другие города То понятно, что кто будет преподавать И какое будет качество образования, если, вот, как бы мы будем, там, те обращать То есть, у человека какая будет мотивация Понятно, что если бы, то есть, в любом случае, там, учитель, воспитатель, он должен Как бы, у него должны быть закрыты все материальные, там, не знаю, потребности Чтобы он приходил до работы, именно отдавал своей, так скажем, своему труду, там, образованию, воспитанию детей и так далее Это история со строительством школ, я правильно понимаю? Ну, вот эта заминка, так скажем, она связана с тем, в том числе, что, ну, вот, строители как-то опасаются и сотрудничать с администрацией И история с подорожанием стройматериалов тоже роль сыграла Ну, история подорожания стройматериалов, это, безусловно, сыграла роль Но, я считаю, в первую очередь, то, что у нас на сегодняшний день бизнес, в том числе строители Они, действительно, нет взаимопонимания, в том числе и с городской властью Поэтому, понятно, что в такие серьезные проекты, как строительство школы, ну, естественно, мне кажется, у них есть самое некое опасение Поэтому, ну, и очередь, и самые желающие, естественно, не стоит Если бы у нас, так скажем, это активно, все равно любая стройка в любом городе, это некий, наверное, такой флагман экономики Может быть, там, такой вот некий показатель, так скажем, будущего, наверное, города Потому что, если в городе строится новых домов, значит... А, то есть, если ведется активное строительство, значит, есть спрос Есть спрос, есть перспектива, и люди покупают, и они, значит, как-то, покупая там квартиру в Кире, они, значит, думают здесь жить И это очень здорово Ну, если, допустим, у нас в районных центрах, там, с советских времен ничего не строилось Это же понятно, что туда некие строители не пойдут Почему? Потому что, ну, там стараются все оттуда уехать Да, поэтому, если есть стройка, поэтому вот то, что произошло на сегодняшний день сама в городе И, ну, конечно, то есть... Ну, вот эту историю мы имеем в виду с невыдачей разрешения, да? С невыдачей, да, разрешения, потому что вот та история, которая прививалась в городе, это еще при Розаеве, да? При Каблзам главы администрации, вот это КРТ, да, которая, в принципе... Комплексное развитие территории Денис, я прошу прощения, звукорежиссер нам машет активно руками, что нам пора убегать на рекламу, через полминуты вернемся Депутат Кировской городской думы Денис Ерохин В нашей студии мы продолжаем Остановились на комплексном развитии территории История со строительным рынком Я так понимаю, что изначально проблемы у строительной отрасли, в том числе, из-за этого начались, да? Что вот были приняты эти документы Для людей это хорошо Комплексное развитие территории, когда помимо дома строятся еще школы, садики, поликлиники Это вообще отличная история Претензии строителей, как я понимаю, были в том, что задним числом, что называется, да? Их обязали создавать эту инфраструктуру, а иначе никаких разрешений на строительство Нет, на самом деле история была, когда был замглавой администрации Розаев Он эту историю и вводил, да? Большинство чиновников, понятно, ее сейчас приписывают себе, но тем не менее это все было при нем Когда он отвечал именно за этот, так скажем, сектор в администрации строительства Поэтому, то есть, мы с ним неоднократно это обсуждали И в том числе, он со многими строителями, у него было понимание И они действительно, там, некоторые строители передали помещения под поликлиники, да? В городе новое помещение, в новых домах на первых этажах Это то, что не было годами То есть, самое раньше, эти помещения город выкупал Сейчас они им передали абсолютно бесплатно Кто-то из строителей сделал детский садик на 150 мест, там отдельное стоящее здание Кто-то встроенный детский садик сделал То есть, понимание было, и строители были готовы работать на таких условиях Но, как бы, видимо, что-то поменялось с его уходом И, ну, сначала хотели ввести оплату, которая там, ну, просто какая-то сумасшедшая, на мой взгляд, там, с квадратного метра Понятно, что там все это было воспринято в штыки Поэтому любой бизнес и власть, они должны просто доходить некую такую золотую средину, когда... Ну, компромисс какой-то, да? Да, компромисс, когда бизнес готов в этом участвовать То есть, они же тем самым тоже, в том числе, улучшая свою самую инфраструктуру Домов, где они строят, тоже тем самым могут там идти намного повысить стоимость квадратного метра, да? То есть, а когда это уже становится непосильно и просто вот отказ, отказ, отказ А когда у тебя коллектив, там, сотни человек у строительной организации И ты должен платить им зарплату, ты не можешь начать новую стройку Ну, понятно, что кто будет участвовать Кто будет там участвовать в строительстве школ или там, не знаю, еще в каких-то проектах Понятно, что у них никакого желания взаимодействия с администрацией нет В том числе, досколько мне известно, многие строители дописали в том числе заявление в правоохранительные органы На эти... по этим историям Многие выиграли суды Потом вот эта история, когда у нас сделали там историческую зону чуть ли там... Расширяли, да С чего вдруг? Два, там, три подписи, там, глава администрации, представитель правительства И управление, как там... Ну, охраны памятников Да, охраны памятников Взяли и своим решением без там археологических... Но ее, по-моему, ведь оспорили, эту историю Оспорили, конечно, отменили в суде, но, тем не менее, попытки-то были Для чего это делается? Ну, для того, чтобы подзатянуть, то есть суды, это все равно история не одного дня То есть это там месяц, иногда и год, иногда и два, да? То есть понятно, что строители вынуждены сидеть, ждать, когда будет суд там через несколько месяцев, а тем самым... То есть коллектив что с ним делать? Коллектив уезжает в другие регионы работать, насколько я понимаю Вот они все, и когда они уезжают, они присматриваются, опять же, вот почему мы говорим... К стоимости недвижимости в Подмосковье К стоимости недвижимости в Подмосковье, к стоимости своим зарплатам, которые там наверняка больше у них, чем они здесь Все, то есть они перевозят семьи и все, и как бы до свидания И когда у нас... А потом мы видим очередную статистику от Кировстата, сколько из Киров уехало, да? Конечно, вот все, поэтому у нас такое, знаете, да, поэтому говорить, что там у нас по каким-то причинам там люди сами решают, нет То есть власть должна как бы создавать условия и для развития бизнеса, и вести с ним постоянно диалог, они воспринимают все в штыки И в то же время как-то думать, как, ну, улучшить инфраструктуру, улучшить качество жизни саможителей, качество благоустройства и так далее Особенно сейчас, когда непростые достаточно времена Я хотела спросить, Дениса, вы не знаете, что происходит вообще с октябрьским рынком сейчас? Потому что вот у нас же сейчас пошли разговоры о том, что надо, возможно, возрождать какие-то оптовые вот эти вот оптовые, продуктово-промтоварные какие-то рынки там И прочее, а у нас, я так понимаю, что в Кирове и точек-то сейчас нет особо, да? Если вдруг, если вдруг речь пойдет о том, что у какого-то предпринимателя или у какого-то человека вдруг он остался без работы И он может там как-то вот так прокормить семью, теперь куда? Ну, вы знаете, везде рынки, во всех городах, они являются, их нигде особо-то и не сносят, да? То есть вот такие большие рынки взять, допустим, там в центре Москвы есть рынки, да? Их там как бы делают под новый какой-то формат, но тем не менее, как бы они остаются Поэтому... Но у нас ведь тоже обещали, что на месте октябрьского рынка какие-то маршруты появятся? У нас обещали, у нас поменялось руководство, и октябрьский рынок, ну, это центральный рынок филиал Ну, фактически, да, юридически Центральный рынок от администрации города получал, досколько мне известно, три отказа на разрешение на строительство Это они получали отказы тогда, когда еще стоимость стройматериалов там не подорожала То есть администрация своему же предприятию отказывает в развитии своего же предприятия А по какой причине? Ну, там различные были причины, там нехватка парковочных мест, как они считали, да? Там еще какие-то там какие-то замечания Поэтому понятно, что... А сейчас уже денег нет А сейчас там поменялся директор рынка, и я вот говорю, при этом же Розаеве, когда он был директором... Год назад, по-моему, да, у нас Аслан Розаев ушел? Он ушел год назад из администрации, а два года назад он ушел из директора центрального рынка А вот он в бюджет, они перечислили больше 30 миллионов Центральный рынок впервые за свою, наверное, историю перечислил в бюджет города больше 30 миллионов По-моему, 36, если мне память не изменит Сейчас новый директор центрального рынка, у него убыток 500 тысяч 500 тысяч, причем было 3 миллиона 500 тысяч А на 3 миллиона они продали, опять же, городских помещений, как у нас обычно Закрывают там долги, муниципальные предприятия И вот остался там минус 500 тысяч Как на рынке может быть там минус 500 тысяч? То есть он ничего не зарабатывает, получается? Да мне кажется, ну там просто органом заходить, правоохранительным смотреть Какой-то минус может быть на рынке, когда вот они, предприниматели стоят, они платят аренду То есть да, там может кто-то ушел, но там минусы по определению не могут быть На центральном рынке тоже какие-то работы велись строительные активно, насколько я помню Ничего там не велось, абсолютно Ремонты павильонов сносили, что-то, парковки какие-то новые делали Может быть просто деньги, которые получил центральный рынок он на этой строительной С минус 36 миллионов и упасть там минус 500 тысяч, ну какие там работы сделаны Понятно, что очевидно при минусе у них сейчас там, скажем, нет наверняка денег и на строительство этого октябрьского рынка И там стесли, и таки, видимо, там таки будут стоять И, соответственно, и как бы вряд ли там что-то в ближайшее время появится какой-то павильон Вот вы пессимистично смотрите на перспективы центрального рынка Нет, я просто смотрю реалистично на тех управленцев, которые до сегодняшнего дня в городе И, ну, как бы это, мне кажется, факт То есть точно оптимистичного пока ничего нет Печально, если так Четыре минуты у нас остается до конца программы Давайте все-таки на какой-то более радостной ноте, что ли, ее завершим Не знаю, видели вы новость или нет К 8 июля на улицах Кирова обещают появление семи бронзовых кикимор Это маленькие бронзовые фигурки Появятся они к Дню Семьи, Любви и Верности Я, честно, не очень понимаю, кикимор, а День Семьи Каким образом они связаны Их спрячут в популярных местах отдыха кировчан И вот поиск этих семи фигурок надо будет обойти Не знаю, там каждую потереть на счастье рукой Будет такой своеобразный квест Но надо сказать, что эта история с фигурками в городе И таким маршрутом по местам их расположения Это такая туристическая история Это есть во многих городах В Калининграде, в частности, у меня многие знакомые, кто бывал, вот этих домовят ищут, да И фотографируются с каждым То есть, с одной стороны, хорошая такая история С другой стороны, правда, не очень понимаю, почему кикимора Ну, может, это вот Дань Кикима Ревятской И говорят, что каждая из фигурок будет символизировать какую-то ценность Любовь, здоровье, семью, богатство, ну и прочее Частная инициатива, ребята, группа кировских активистов Для реализации проекта 700 тысяч собрали, насколько я понимаю Как вы к этому относитесь? Я считаю, замечательная история Тем более, когда есть такие люди, которые делают что-то для города И придумывают какие-то истории В том числе и для горожан, и для приезжающих сюда А то, что это кикиморы Ну, видимо... Почему киров с кикиморами будет ассоциироваться у приезжающих? Не знаю, но, видимо, то, что у нас вятская кикимора, наверное, такое уже Поэтому я думаю, что история сама по себе неплохая Но то, что кикиморы, да, у меня, честно говоря, такой же вопрос Это все говорят, болото, болото, ну вот, пожалуйста, да? Ну да, то есть, поэтому... Усугубили, что называется Я думаю, что история неплохая Тем более, когда это делают неравнодушные жители нашего города Будем искать маленьких вятских кикимор на улицах города после 8-го числа Спасибо большое Денису и Рохину Но следующая городская дума в ближайшее время Завтра Завтра, все, завтра следим за свиданием Ой, четверг Сегодня вторник у нас немножко сдвиг происходит Все, особое мнение мы завершаем Денису и Рохину спасибо Следим за новостями и смотрим, что в городе будет происходить Особое мнение на 101FM